Здравствуйте, меня зовут Бурьяна Ольга Борисовна, я учитель химии и биологии 3-й школы ДИЦЕ «Обдаренные детям на 34» в Урадовске-Минагозском. Тема сегодняшнего урока – цитология. План урока рассматриваем следующий момент. Первая работа клетки, вторая история открытия клетки, устранения клеток, сравнительные характеристики клеток в Урадовске и Урадовске, сравнительные характеристики клеток в Урадовске и Урадовске. Цитология – раздел биологии, изучающий клеток. Приметом цитологии является клетка как структурная и функциональная единица всего злого. Лучение клетки можно разделить на 3 этапа. Первому этапу относится до выразления понятия клетки. Впервые в 1665 году в результате рассмотрения пробки Роберт-Бук впервые ввел понятие клетка. На среде он увидел ячеечное строение, подобное пчелиным соком. И эти ячейки Роберт-Бук назвал клеткой. Антонио Ван-Бук в 1674 году впервые открыл это клеточный организм. Основными представителями новой инфекции клеток и бактерий. А также впервые наблюдал энтероциты и клетки сперматозора. Второй этап – это возникновение клеточной теории. Он связан с трудами английского ботаника Брауна. В 1831 году впервые было написано ядро в клетке растений. В 1833 году он пришел к выводу, что ядро является обязательной частью любой растительной клетки. Многочисленные наблюдения по строению клетки были объединены. И позволили немецкому ботанику Шлейдам и Даллова-Кушману в 1838-1839 году. И делать ряду общений, которые впоследствии назвали клеточной теорией. Третий этап возникновения клеточной теории включает в себя даннейшее развитие клеточной теории. Получила свое начало в работах Крихова в 1858 году, который предложил, что клетка образуется из предшествующих материнских клеток. В 1874 году русским ботаникам Фистиколом, а в 1875 году польским ботаникам Санбурге было открыто объединение клеточной клеточной теории. Первая клетка – элементарная единица строения, функционирования и развития свежевых организмов. Клетки схожи по составу строения и основным процессам жизнедеятельности. Разумножение клеток происходит при преимуществе исходной клеточной теории. Многоклеточных организмов клетки специализируются, образуют камни, с которых построены органы и их системы. Связанные между собой с клеточными, гуморальными и метровыми формами регуляции. Основные этапы формирования и приспособления клетки представлены схемой. Все клетки делятся по классифицированному цепололичию нейтрана для большей группы. Прокариотические клетки или прокариоты, которые не имеют ярко-неразовного, а в особенности инфраидрации. К ним относятся бактерии и семиделенные возрасти. И эукариотические клетки, это клетки, которые имеют обособленное ядро, яточные мембраны. Это растения, грибы и животные. Рассмотрим каждое лотерейность. На данной таблице показана классификация клеток по наличию клеток. Устроение бактериальной клетки. Бактериальная клетка является типичным представителем прокариотической клетки. На данном рисунке мы видим, что прокариотическая клетка достаточно проста в своем состоянии. Назматическая мембрана сверху покрыта стенкой, которая представлена углеродом в мире. Имеется ДНК. ДНК представлено в виде раскрученной нитек, в которой доложена основная наследственная информация данной клетки. Для синтеза веществ необходимых клеток существуют трибосомы, которые расположены в цитоплане, и очень мелкие их недостаточное количество. Основным органом передвижения в полке являются жгутики и у некоторых представителей гадарные лотерейны. По строению бактериальной клетки видно, что очень многое количество водоноидов в присутствии эукариотической клетки здесь отсутствует. Основными структурными компонентами эукариотической клетки являются эукариотическая мембрана и цитоплазма. В составе цитоплазма находятся следующие компоненты. Первое – это цитозоны, органоиды – постоянные компоненты клетки и включения, которые являются непостоянными компонентами клеток. Посмотрим строение клеточной мембраны. Клеточная мембрана перед плазмолемой представляет собой жидкость на водоноидную модель. Она состоит из биполярного слоя фосфолипидов. Фосфолипиды соединяются между собой гидрофильной частью и наружу. Показано здесь наружу – это гидрофильная часть. Гидрофильная часть представлена на решеньке при помощи двойного слоя фосфолипидов. Фосфолипидный слой не дает возможность клетку проникнуть веществам хорошо достаточно растворимым клеточным. Фосфолипидный слой пролизан белками для пилы и имеют разное строение и отсюда выполняют разные функции. Белки делятся на интегральные белки, которые проникывают полностью фосфолипидов. Полуинтегральные белки, которые только входят в биполярный слой, но не выходят из него. И, соответственно, периферические белки, которые находятся на поверхности. На поверхности к периферическим белкам прикреплен углеводный комплекс, который называется гликокадекс. На рисунке он представлен под номерами 1. Основная функция клеточной мембраны – это, конечно, проницаринс. Клеточная мембрана проявляет способность полупроницаренности. То есть в клетку попадают те вещества, которые могут пройти через клеточную мембрану, и, соответственно, не попадают вещества, которые через него пройти не могут. Если мы рассмотрим транспорт через гликокадексическую мембрану, то он может представить, что первый – это пассивный транспорт, и второй – это активный транспорт. Пассивный транспорт происходит по галеринту концентрации. То есть вещества попадают из зоны с высоким задержанием концентрации в зону с низким задержанием концентрации. В этом случае основными переносчиками веществ могут являться либо белки, которые проницают в непонятный слой, либо вещества сами проходят через двойной слой фосфолипидов. Достаточно легко происходит, и это будет простая диффузия вещества с низкими молекулярными массами. Это галлообразные вещества и вода. Для облегченной диффузии требуются специальные молекулы белков. Эти молекулы белков образуются каналы, через которые могут проехать, проходив более крупные частицы. Это белки, негалиновые кислоты. Активный транспорт идет в том случае, если требует в случае использования молекул антериума, как основного источника галерина. Вещества попадают в клетку против градиентоконцентрации. Основными примерами активного транспорта являются калинатриевый насос, а также эндоцитоз. Эндоцитоз – это выведение веществ из клетки, и эндоцитоз – это попадание, наоборот, вещества в клетке с участием в клетке. Все органоиды клетки по наличию веточной мембраны делятся на три группы. Первая группа – это однонембранные органоиды. К ним относятся датурматическая сеть, а парадуицы, и датурные вакуины. Думевранные органоиды, представленные ветохлодриями, и пластидами, и пилот, и немебранные органоиды, и басонный клеточный центр, и органоидные движения. Посмотрим каждый органоид веществе. Эндоплазматическая сеть представлено в разветвлении мембран в системе каналов и полостей, которые соединяют ядро с веточной мембраной. Эндоплазматическая сеть различается в двух видах – широковатая и главная. Одна из них переходит постепенно в другую. Отличие широковатой межплазматической сети на ничем, на ее поверхности, грибосон, которые участвуют в биосинтезе белка. И основная функция гладкой эндоплазматической сети – это синтез белка. На гладкой эндоплазматической сети отсутствует грибосон. И здесь место синтеза на ответственных жирных и углеводов. Основная функция гладкой эндоплазматической сети – это осуществление связи наружной и ядерной мембраны. Парад Гойджи – это одномембранный органолик, который представляет собой систему мембранных трубочек, образующих стопку плащевых мешочков, которые называются цистер, и пузырьков, отходящих в органах. Основная функция парада Гойджи состоит в хранении органических веществ, интеллирующих в эндоплазматической сети и образовании секретов приведения веществ из клетки. В пузырьках аппарата Гойджи происходит синтез везосом, которые заполнены ферментами. Ферменты участвуют в расщеплении тех веществ, которые образуются в результате синтеза веществ. Расщепление веществ происходит с помощью ферментов. Ферментов, накапливающихся в губосомах, около 60, и они в основном являются белков и претки. Мембранными органоликами клетки являются первую очередь недоходными. Они представлены в виде вытянутых, имеют форму вытянутых форм. Значит, они имеют две мембраны. Наружная мембрана — это гладкая мембрана, и она выполняет точно такие же функции, как и клеточная мембрана. Внутренняя мембрана представлена выростами наружной мембраны и представлена в виде крестов. Содержание, внутреннее содержание митохондрии называется соответственно матриц, куда погружены соответствующие кресты. На крестах расположены ферменты, которые участвуют в энергетическом обмене. И основная функция митохондрии является синтез артерен, которые являются основными окомолеторами и клетками. Кроме этого, митохондрии являются полуавстанными а полуавстанными аргоноидами. Связано с тем, что данный оргазм измеряет собственные молекулы ДНК и РНК, что позволяет им синтезировать другие необходимые для данного аргоноида. Пластины в виде двухмембранной аргоноидов различают три вида пластины. Кромопласты, микопласты и хлоропласты. Кромопласты это пластины, окрашенные в желтый, красный или оранжевый цвет. Окраска связана с накоплением их картиноидов. Кромопласты определяют окраску осенних листьев, песков, цветков, кольных трудах и сувревших плодов. Мейкопласты это не окрашенные пластины, как правило, выполняют допускающие смысл. Мейкопласты в клубе и картофеляны, как и вина сахархмат. Мейкопласты выше растений могут превращаться в хлоропласты или в хромопласты. Хлоропласты это пластины, несущие фотосинтезирующий пигмент, несущие фотосинтезирующий пигмент, хворотел. Имеют зеленую окраску высших растений, хоровых и зеленых водоросков. Набор фигментов участвует в основном процессе фотосификации. Рассмотрим строение хлорокласта. Внешняя мембрана хлорокласта гладкая. Внутренняя мембрана хлорокласта представлена дискообразными килокоидами. Килокоиды соединяются между собой в стопочке, образуют граны. Килокоиды в гранах объединяются при помощи хламы. Основная функция хлорокласта – это участие именно в фотосификации. На мембранах происходит цветовая фаза фотосификации и образуется кислород. В темновой фазе, которая происходит в стволе, образуются углеводы, которые являются основным источником металлергии. Ядро – это основной органоид, который отличает попариотическую клетку от эрукариотической клетки. Ядро является двум мембранным комбатом, двум мембранным органоидом. Обе клеточные мембраны – гладки и никаких упячиваний не образуют. Содержимое ядра представлено ядрышки. Ядрышки – это место скопления РНК. Риборублиновая кислота – это основной источник для синтеза соответствующих рибосомбий. Кроме этого, в ядре расположены основные носители наследственной информации, и они представлены в виде хроматина. Хроматин может быть как раскрученный, так и скрученный. Скрученный хроматин представляет собой хромосомы, и они образуются в моменте ленинной клетки. Они имеют форму, х-образную форму, и представлены нитями ДНК и молекулами белка. Основная функция ядра – это носитель наследственной информации в клетке. Немембранными органоидами являются. Первое – это рибосомбий. Это мелкие структуры, которые имеют форму риба и состоят из двух субъединений. Хребосомы – органоиды, участвующие в синтезе белка. На месте соединения большой и малой субъединицы синтезируется вилок, который необходим для жизнедеятельности именно данного организма. Леточный центр – это органоид, который представляет собой внецентриоли. Леточный центр имеется только у животных или у меньших растений. Леточный центр представляет собой внецентриоли, перпендикулярно расположенные по отношению к другу. Каждая центриоли представлена с собой микротрубочками, которые имеют белковую природу и соединены между собой триклетами. В каждой центриоли содержится около 9 триклетов. Основная функция клеточного центра, что в момент деления клетки клеточный центр расходится по полюсам клетки и образует нить или тенаде ниви, которые позволяют распределить наследственную информацию равномерно между новыми образующимися клетками. Посмотрим теперь отличия животной клетки от растительной клетки. На рисунке показано строение животной клетки. Клетки многоклеточным животным организмом обладают ряд особенностей. Первое. Отсутствие пластили. Второе. Настоящего курули, наполненный клеточным слицовком, нет поисоколитной клеточной стенки. Особенностью растительной клетки является наличие пластили. Поверхность клеточной мембраны представлена в виде клеточной стенки, которая состоит из цилирозной оболочки. Отсутствуют лизосомы и клеточный центр, а также органовые движения. Последний компонент – это включение. Включение – это непостоянные компоненты клеток. Они могут быть представлены зернами, каплями или углеводами. Зерна могут быть представлены в виде белка и скапливаться в клетках печени и стоплотные лициклеты. Углеводы являются основным запасным веществом, и они могут быть представлены в животных клетках в виде гликогена, а в растительных клетках – в виде ракмала. В животных клетках они накапливаются в клетках печени и мышечных волокон. У растительных клеток – в зернах, влагах и плотных картонах. И капли жира. Капли жира могут накапливаться в клетках и семенах плодов растений. И в жировых клетках – в животных. На данной таблице представлена сравнительная характеристика клеток прокариот и эукариот. В данной таблице видно, что основными представителями прокариотов являются синдейные водоросли и бактерии. Основными представителями эукариотических клеток – животные, растения и глибов. Прокариотическая клетка видна органоидами. Эукариоты – богаты органоидами. В прокариотической клетке нет обособленного ядра, который бы имела клеточную мембрану. В эукариотической клетке ядрол имеет двойную клеточную мембрану. Эукариотическая клетка имеет следующие органоиды. Эндоплазматические усилия, метафоны и пластиды растительных клеток в клеточных центрах, которые есть у большинства эукарионов. А также могут быть кромосомы, которые представлены в битлоидном наборе. Что отсутствует в прокариотической клетке. Сходством прокариотической и эукариотической клетки является наличие рибосом, которые позволяют синтезировать белок, необходимый для ненавидительности саблицающей клетки. Жгутики и реснички у прокариоток представлены дымковыми мембранами и не образуют микротропочек. У эукариоток жгутики и реснички образованы микротропочками. На данной таблице представлена сравнительная характеристика эукариотических клеток. Эукариотические клетки представлены царство грибов, растений и животных. Царство грибов объединяет в себя свойства как растений, так и животных, поэтому оно выделяется в отдельном уровне. В данной таблице видно отличие, что грибы имеют в первую очередь сходство с растениями и во вторую очередь сходство с животными. Если мы посмотрим по данной таблице, то основным сходством грибов с растениями является наличие крупной локтеволии. Отличительным свойством подрастений у грибов отсутствуют хлоропласты, в отличие от растений. И центрироволия бывают только очень редко. Основным запасным питательным веществом является грибов. Сходство грибов с животными – это наличие цингиолии, которые участвуют в деревне. Данная таблица позволяет сделать вывод о сходстве грибов с растениями и о сходстве грибов с животными, что позволяет грибов и лимфо-геновым уровням. Отличительной чертой грибов, растений и животных является клеточная система. Которая не представлена в животной клетке. В растительной клетке она представлена с грибовной оболочкой, а у грибов – основной с грибовной оболочкой. И резервное питательное вещество. Резервное питательное вещество у грибов и животных совпадает и им является грибоген, а у растений это будет крахмал. На данной таблице представлена сравнительная характеристика клеток растений и животных. При подготовке к лимфе необходимо использовать разные виды тестов. Первый тест – это закрытый тест с одними вариантов ответа. Для одного варианта ответа нужно проанализировать, собередующие вопросы ответственно и найти правильный вариант. Центриволь представляет структурную единицу. В первую очередь мы надзвезд четко представим, что центриволь – это составная часть клеточного центра, которая участвует в грибе и в грибе. И она может еще раз присутствовать только в животных клетках, либо в грибе и в растениях. Поэтому здесь мы выбираем на знание только один вариант ответа, вариант ответа, номер 5. Ответы могут быть с множеством. То есть, когда вы должны правильно ленировать вопрос и найти несколько правильных вариантов ответа. В данном случае, пока его там оплатится, в грибе бактерий, насекомых, лимфа, мегаламровые, кисты, филакопы и админировые симптомы животных. В данном случае, мы должны выбрать два варианта ответа, которые наиболее легко выбрать классификацию клеток по наличию гидра. Это бактерии и символюционные водоросли. И мы должны здесь знать, что бактерии имеются в форме клетки. Испоча лапочки – это бактерии, которые имеют форму шара, то есть в форме кока. И это вознаграждение будет у нас три варианта ответа – В, Е и В. Вопросы могут быть на анализ и на сеть. В частности, выберите признаки, характерные только для растительных клеток. Для этого мы должны четко представлять отличия растительной и животных клеток. Первое – есть митофонты и ремосонты. Второе – клеточная скача из целлюлоза. Третье – есть кларотланты. Запасное вещество – гликоген, запасное вещество – кокланты. И трон коженодвойной мембраны. Нам надо найти отличия. Следовательно, мы должны четко знать, что отличительной чертой растительной клетки от животных является наличие хлоропластов и запасное вещество является коклантом. Следовательно, мы выбираем уже два варианта ответа. Кроме этого, мы должны четко представлять, что клеточная оценка у растительной клетки не представлена в виде клетчатки или цивилозы. Поэтому три варианта ответа будут являться здесь правильно. Если мы говорим об ответе номер 6, то он принадлежит как растительные, так и животные клетки. И ответ номер 1 тоже является одинаковым и для животных, и для растительных клеток. Вопросы могут быть следующего порядка. Наймите ошибку. У прокариотов есть только варианты ответа. Мы должны в первую очередь проанализировать. Первый вопрос. Под оболочкой клетки находится клеточная мембрана. Оболочка клетки прокариот представлена в виде. И под оболочкой обязательно есть клеточная мембрана. Следовательно, это будет правильно. Второй. Мы его брать не будем. Второй. Нет опорнинного ядра. Отлично. Прокариоты – это то ядерное организм. Следовательно. Из тех, что информация будет представлена в виде растущенной манекулы ДНК. Неопорнинного ядра у них. Следовательно, это пакетная диафедрология. Содерживаются метафонды и комплекс дольщ. Метафонды и комплекс дольщ – это ордоноиды только трехариотических клеток. Следовательно, они у прокариотов отсутствуют. Следовательно, это пакетная диафедрология. Правильно. И встречаются многокребночные формы. Дети мы должны помнить, что прокарионы соединяются к бактериями, а к бактериям – это анклепочные клетки. Следовательно, вариант. Это у нас будет только клеточная. Могут быть вопросами и соответствия. Дети соответствия между особенностями строения клетки и царством, в котором будут клетки хокусы. Их представлены два царства. Царство животных и царство растений. Царство животных и царство растений. Отсутствует клеточная стиль, как и дракон, это будет животных. В этом плане есть пластика. Наличие пластика говорит только о растительной клетке, которая отсутствует и отличает в отличие от животных. Способ питания – гейтеротроф. Гейтеротрофный способ питания. Нужно сразу же увидеть, что это способность синтезировать, употреблять готовые органические вещества. Растения являются у нас автотрофами, потому что они сами царствуют из неорганических веществ. Органические вещества, вредок от употребления. А гейтеротрофы используют только органические вещества. Другие вещества, от первого варианта, относятся к животным. В молодых веках есть большие вакуоли в клеточном соке. Если мы говорим о вакуоле, то мы в первую очередь должны помнить, что большие вакуоли присутствуют только в клетках растилий, а в клетках животных они либо очень мелкие, либо отсутствуют. И запасное вещество клетки – гликоген. Гликоген является запасным веществом только у животных клеток. В растительной клетке является соответствующий карман. И вопросы могут быть следующего порядка – порядка оценки. Когда вам даны какие-либо картинки, либо рисунки, и вы должны соотнести свои знания с тем, что у вас дано в тесте. Следовательно, на данном изображении показаны клетки. Вам надо определить, в каком группе организмов они относятся. По наличию соответствующих органоидов и множественного количества, мы должны сделать вывод, что во втором случае это у нас клетка аукариотическая. И наличие в данном случае явно выраженного клетокондрия, явно выраженного ядра хлоропластов. Мы должны сказать, что это эукариотическая клетка, и к тому же эукариотическая клетка именно растения. А в первом случае данные органоиды отсутствуют. Представлена ДНК, раскрученная в цепи, которая не имеет клеточной мембраны. Органы передвижения представлены в виде, соответственно, жгутиков. И нет органоидов, стоплазма, дополнена только некоторыми включениями в виде очень мелких репосуд. И мезосома, которая выполняет некоторую инструкцию метоконрии, представлена в виде впячивания внешней мембраны. Следовательно, необходимо описать все данные моменты и сделать соответствующий вывод. Что в первом случае у нас представлены ответы на хокарин, а потом в случае выводы. Данные задания позволят вам быть эффективным подготовленным к экзамену. И уметь по данной теме выбирать объединенное количество данных. Спасибо за внимание. Пока.